Всем добрый день! Мы находимся в Сырецком парке на прогулке с Аней. Здесь много гуляет людей, кто с детьми, кто сами вышли на прогулку. Сегодня суббота, 29 февраля. Высокостный год. Раз в четыре года, 29 февраля есть. Женщина кормит белочек. Получается, пошли по... Это какой путь? Большой медведицы. Справа от нас находится Рижская больница. Больница номер 9. Адрес Рижская 1. И параллельно Детская железная дорога. На протяжении всего маршрута следования поезда Стоят бигберды с областями Украины. Так как солнышко светит, плохо получается видно. Но постараюсь вам отразить наши окрестности. Завтра, 1 марта, весна. Вот женщина орешком об орешек стучит, зовет белочек. Здесь много белок. И они смелые. Спускаются с деревьев и принимают сладости. Дети на прогулке, собаки на прогулке. Стараемся идти по тропкам, где поменьше людей. Когда выходили, на градуснике было плюс 12. Сегодня получается Аня. Четвертые сутки после постановки диагноза. Грипп группы Б. Покупали тест на грипп. Вызывали врача. Приходила наш педиатр Тереченка Наталья Сергеевна. Делала тест и определился, подтвердился диагноз гриппа. Три дня была большая температура. Мы преодолели сегодня четвертые сутки. Утром было 36,7. И вот вышли на небольшую прогулку. Вот здесь проходим большой овраг. А вдалеке там мост. Получается там и пешая зона, и входит состав детской железодороги. Так по краю идем. Сейчас Аня покажет, где катаются зимой на ледянках. Здесь опасно, потому что крутой спуск, и по склону растут деревья, кусты. Это в другом месте Аня говорит, сейчас покажет. Почему Аня молчит? Потому что у нее оси голос. Второй день больно глотать. Так, вот это место, где зимой по заснеженному спуску можно съехать на ледянке. Ой, не здесь. Я что-то все перепутала. А, здесь как обвал. Вот наши, мы на тени, глянь. Какие. Всем привет. Из Сырецкого парка. Вот здесь Аня с Дашей любят ходить, исследовать местные красоты. Здесь крутой спуск. А внизу даже еще... А, тут нет спуска. Спускались потихоньку, да? Можно спуститься. А, ну потихоньку можно с боковыми шагами. Внизу даже столик есть для пикничка и много дров. Приходят компаниями, разжигают костер и жарят шашлык. И внизу как раз получается меньше ветра, да? Костер не затухает. Вот такое местечко. Очень даже интересно. Можно попробовать. вот продолжение врага. Скорее всего, вот здесь катаются на ледянках. Вот, получается, такая трасса без кустов и деревьев. И довольно-таки хороший спуск. Приходят родители с детьми, с ледянками, когда снег и катаются. С этой стороны есть спуск, получается. И сейчас мы обойдем, покажем вам другой спуск. Рядом, кто живет, приходите зимой, когда есть снег и катайтесь. Сегодня с Аней пропустили четвертый очередной чемпионат Украины по настольному хоккею, который проходит сейчас в Кропивницком. Были куплены билеты, забронирована гостиница, но увы. Валя с Русланом поехали, приняли участие, а мы выздоравливаем. Вот так репнем и примем участие в следующих соревнованиях. Следующий чемпионат Украины по настольному хоккею будет проходить в Киеве. Вот он спуск, вот здесь катаются. Получается, по основной асфальтированной дорожке приходят с детьми, вот здесь спускаются. Вот прошлись по парку, вышли к железнодорожным путям, по которым ездит состав детской железной дороги. И по пути следования, я же вам говорила, стоят вот такие вот бэкберды, как они называются, со всеми областями Украины. Вот как раз Кировоградская область. Город Кировоград переименованный Кропивницкий, где сегодня проходит чемпионат Украины по настольному хоккею. Справа уже жилой массив, а слева Сырецкий парк. Сейчас пойдем в центральную зону парка. Вот стоит такой стенд, где написано правило поведения, что разрешено и что запрещено. Такие указатели, где что находится. Вон справа находится веревочный парк, но он еще не открыт. Скоро будут теплые деньки и скорее всего откроют. Но детей уже много. Сегодня же суббота, поэтому дети с родителями катаются уже. Вон, видишь, уже детскую зону открыли. Вот зона фастфуд, так как суббота здесь в очередь. Занять очередь, постоять и купить Раллини. Пользуйся спросом. Можно купить что-то, перекусить, попить горячий кофе, чай и продолжить прогулку. Слева вот такой большой детский комплекс с различными лестницами, горками, качелями. Детям очень нравится здесь проводить время. Так, прямо здесь, получается, тренируются футболисты. Пошли сюда. А, пойдем в Донецк. Тут такие символы футбола стоят. И на поле уже ребята тренируются. Они вообще-то тренируются круглый год. Если дождь не идет, постоянно есть кому тренироваться. Расписано время тренировок каждой секции. Мальчишки после школы приходят, переодеваются и занимаются футболом, тренировкой. А вот так, если прямо идти, мы вышли как раз на улицу Парково-Сарецкую. Раньше она называлась Парково-Сарецкая. Парково-Сарецкая. Извините за ошибку. Парково-Сарецкая улица. Раньше называлась Тимофея Шамрыла. Вот здесь ходит поезд, который обслуживают дети. И мы сейчас, идя по этим шпалам, выйдем к следующей области Украины. Как вы думаете, какая область на этом стенде? А на этом стенде... Па-па-пам-пам! Донецкая. Уже трава зеленая. Зима заканчивается. Сегодня последний день. Завтра 1 марта. Продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова